Открыть свой бизнес не так уж и сложно, а в этом убедился Сергей Овчинников. Еще месяц назад у него не было ИНН, но он не знал, как выбрать АКВЭТ и с чего начать. Уже сегодня он стал индивидуальным предпринимателем и уже планирует снабжать детские сады козьим молоком и сыром. Моя коллега Алина Ваучейская побывала на набирающем обороты мини-предприятии. 16 квадратных метров, 9 коз, шутка ли открыть козью мини-ферму в центре города? Но это оказалось под силом, сейчас узнаете кому. Он и кормилица, и уборщик, и доер, и даже ветеринар. В общем, мастер на все руки. Сергей Овчинников коз в своем хозяйстве держит около трех лет. Как признается мужчина, к занятию животноводством его потолкнули отцовские корни. Идея-то пришла не коз разводить, она вообще давно уже вынашивалась. Вообще свою скотину иметь, потому что мои предки, ну, корни потянули. Предки-то у меня всегда скотоводами были, коров держали, овец держали. А у меня что-то на коз. В своих питомцах Сергей Валерьевич души не чает. Черныш, кубик, апа, стрелка. У каждой козы есть свое имя. Это крошка. Это самая спокойная. Она крошечка эта еще. Она когда особенно беременная ходила, такой колобок. Ну, а в двери, ну, со старого же скотника, там поуже двери-то. Как она вылезала, я удивлялся всему. Всего в хозяйстве у Сергея девять коз. Чтобы завести больше, надо расширяться, строить новую ферму и регистрироваться индивидуальным предпринимателем. Такая идея появлялась и не раз, но мужчину пугала бумажная волокита. В феврале этого года Сергей все же обратился в Комитет инвестиций и развития предпринимательства. Там начинающему фермеру оказали консультацию и помогли собрать необходимый пакет документов. Мы оказали ему содействие, вплоть до того, что сначала мы получили ИНН, так как у него даже ИНН не было. Далее оформили заявление, помогли ему оформить заявление в налогу по регистрации индивидуального предпринимателя. Параллельно мы отработали с выездом на место по участку для создания вот этой небольшой фермы. На сегодняшний день подготовлено также заявление в управление земельных отношений по выделению участка. Сам Сергей тоже надеется, что после регистрации предпринимателем вопрос с землей под ферму решится быстрее и его бизнес пойдет в гору. Мужчина уже подыскивает потенциальных заказчиков на козье молоко и сыр. А если все сложится удачно, планирует еще и баранов разводить.